На протяжении нескольких месяцев в социальных сетях распространялась информация о грядущем молодежном форуме под названием «По делу». Многие молодые жители Ленинского района откликнулись и в субботу вместо длительного сна после трудовой недели пришли во дворец «Спортовидное», чтобы принять в нем активное участие. Форум «По делу» был инициирован районным молодежным советом и основная идея заключалась в том, чтобы молодые люди предлагали свои идеи, а затем воплощали их в жизнь. Хотя бы в итоге, наверное, получить, чтобы заинтересованные ребята присоединились к молодежному совету, к нашей работе, и свои идеи пытались реализовать совместными силами. Инициативу проведения первого молодежного форума поддержал глава Ленинского района Олег Хромов. По его мнению, для амбициозной молодежи это прекрасная возможность выразить свою точку зрения и стать генератором пусть даже самых безумных идей. Ничего невозможного, или о чем мы сегодня говорим, что сегодня нереализуемо, через год, через два, а может быть через пять лет, это будет просто наша жизнь. Самая обычная. И мы никогда не будем вспоминать, что вот сидели на молодежном форуме, родилась какая-то идея, и что какой-то мальчишка или девчонка это придумали, а мы теперь в этом живем. Жаркие обсуждения разгорелись в ходе проведения круглых столов по разным тематикам. Всего их было четыре. Говорили и о патриотическом воспитании. Здесь в частности обсуждалась значимость таких акций, как «Бессмертный полк». Кому-то было важно высказать свое мнение относительно волонтерства. Другие предлагали идеи за круглым столом массовый спорт. Тема спорта считаю интересной, тема спорта считаю полезной. Я думаю, что все вместе, предлагая что-то, мы сможем вынести какие-то предложения для нашего руководства, чтобы как-то сдвинуть все это в какую-то положительную сторону. Тема выбора будущей профессии пользовалась большой популярностью. Обсуждалось все. От того, как не ошибиться при выборе специальности, до того, как действовать, если ты все же решил поменять свою профессию. Интересно было послушать гостей приглашенных. Может быть, даже задумываешься о том, чтобы сменить свою профессию и попробовать себя в чем-то новом. Чтобы молодежи было легче реализовывать свои идеи, организаторы позаботились и об образовательной части. Для этого участникам форума было предложено посетить ряд тренингов. Одним из них стал тренинг «Красиво говорить не запретишь». Здесь ребятам рассказывалось, как раскрепостить себя в общении с людьми. Нужно, прежде всего, общаться с людьми, слушать их, слышать. И это очень важно, потому что не будет телефонов, не будет телевизоров, а речь останется. И поэтому сегодня хочется донести до ребят важность того, что разговаривать – это круто. Начало большой работы положено. Теперь всем тем, кто предлагал идеи, предстоит их реализовывать. И результаты покажут, насколько серьезно наша молодежь настроена на продуктивные действия. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.